В одном из многоквартирных домов Новосибирска произошел пожар. Такова легенда учений сотрудников МЧС. Испытания приближены к реальности. Татьяна Кияева оценила условия работы спасателей. Спасатели готовятся к старту. Все пожарные должны уметь работать в задымленных зонах и спасать людей, отрезанных от путей эвакуации. На мне экипировка спасателя. В первую очередь надевается подкальстник, чтобы он закрывал шею и ее не обжигало горячим воздухом. Затем идут штаны, куртка и пояс, на который крепится топорик, висят перчатки, чтобы не обжечь руки, и тепловизор. Также в арсенале фонарик для освещения и система связи. За спиной у меня аппарат с сжатым воздухом. Я должна снять каску перед тем, как войти на задание и надеть эту маску. Весит такой комплект килограммов 15. Личный состав должен уметь ориентироваться и находить выход в закрытом пространстве при полной темноте и задымлении. 477-й позывной. Вы кто? 256-й. 256-й. Чего получать попал? Готовы к включению? По легенде, мы находимся в многоквартирном доме. На втором этаже начался пожар. Со слов очевидцев, есть пострадавший. Наша задача его спасти и вытащить на воздух. Это очень тяжело. Мне скорее уже все это хочется снять. Устала спина. Самое трудное – вытаскивать пострадавшего. На данном занятии мы моделируем реальный пожар. Создаем условия для работы пожарных по прибытию к месту вызова. Они не знают ни сценарий пожара, не знают ни, что происходит, где маски у них панорамные, заклеены скотчем. То есть у них видимости практически нет. Они работают на ощупь, как в принципе на реальном боевом пожаре. На этом учении у пожарных нет. Цели – выполнить задачу как можно быстрее. Главное – слаженно работать в команде, выполняя приказы от ведущего звена. В спасательном звене должно быть минимум три человека. Пожарные ползут друг за другом, держась за плечи. Главное, чтобы из здания вышли все вместе с пострадавшим. Хорошо, что мы так тренируемся. Это помогает нам в нашей работе. Разные ситуации бывают, но ко всем ситуациям находим подход. Везде профессионализм присутствует. То есть если какая-то трудная обстановка, все равно общими усилиями все выполняется. Нравится помогать людям. Да в принципе нравится работа. Подобные тренировки у пожарных проходят регулярно. В них участвуют новички и спасатели со стажем. Татьяна Кияева, Тарас Тарасов. Новости ОТС.